Привет, дорогие мои зрители! С вами Людмила и мой канал Дневник Оптимистки. У меня в доме, в трёхлитровой баночке, живёт вот такая вот живая медуза. Называется чайный гриб или камбуча. Говорят, что произошёл он, пришёл к нам из Китая, но мне его подарила. Моя сестра, которую тоже зовут Людмила, и я ей за это очень благодарна. Об этом грибе известно уже более двух тысяч лет. Сейчас на основе гриба делают очень модный, популярный напиток камбуча, на котором делают состояние. Специалист по грибам Михаил Вишневский сказал, что в Америке про успешного человека говорят, что он носит одежду Прадо, ездит на Мерседесе и пьёт камбуча. У меня на сегодняшний день только частичка этого успешного человека. Я пью напиток, который мне делает вот этот вот чайный гриб. В этом грибочке каким-то образом уживаются около 10 видов дрожжей и 3-4 вида бактерий. Когда мы заливаем сладким чаем гриб, они перерабатывают нам его. Вкусный напиток, такой чайный квас. О какой-то пользе этого кваса я говорить не буду. Я этого не знаю, утверждать не могу. Из самого чайного гриба делают лекарства для печени, лекарства от рака. Но это тоже я утверждать не могу. Для меня главное, что напиток очень вкусный. Итак, что я сейчас буду делать? В кастрюле у меня остуженная заварка, чай остывший. Здесь полстакана сахарного песка. Сейчас я это размешаю. Пока сахар растворяется, я в чашку наливаю чистой воды. Достану гриб, промою его. Вот так мой гриб купается в чистенькой водичке. Песок высыпаю в чай. Перемешиваю, растворяю. У меня чай простой, обыкновенный черный. Кто хочет, может красный чай использовать. Напиток будет немного другого оттенка. Со временем гриб наращивает больше и больше слоев. Таким широким, толстым становится. Нижнюю часть я убрала. Вот так вот выглядит теперь донышко. Вполне симпатичное. Сверху он чистый, беленький, плотненький. Теперь свой гриб я переложу аккуратненько в новую баночку чистую. Ну вот он в новом домике. Главное у гриба не путать верх и низ. Скоро лето. Мы будем больше пить всякой воды, напитков. Скоро будет лето и тепло. Захочется больше пить. И я думаю, что это прекрасная замена покупным соком, напитком. Такой домашний вкусный квас. Сверху баночку накрыла марлей. У кого нет марли, просто широким бинтом можно отрезать, кусочком накрыть. Для того, чтобы гриб дышал. Я никого не призываю делать, как я. Я просто показываю, как это у меня. Я делюсь с вами своим опытом, частичкой своей жизни. Это мой дневник. А я вас всех люблю. И на сегодня говорю вам всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok